Пойдем. Ну, молодцы. Вы можете зайти на наш YouTube, очень большой. Вам понравится православный YouTube. Называется «Во свете Библии» канал. Да, хорошо. Вот, «Во свете Библии» зарядите Игнатий Лапкин. И вы его сразу найдете. Хорошо. Ну, во славу Божию. А если я вам нужен буду, тогда в скайпе меня искать можно. В скайпе какие-нибудь вопросы возникнут. А то я много лет вел занятия в университетах, в школах. Для учеников я бы мог кое-что ответить. Ладно. Ну, все тогда. С Богом, сестры. До свидания. До свидания. Это город Барнаул. Алтайский край. Ну, вот мы людям показываем книгу, чтобы они могли знать закон Божий. А тут что попало, в рулетки делают-то. С ума сошли люди. Голые. Блудят. А вот надо им показать, чтобы жили по закону Божию. Страха Божия никакого нету. И зачем тогда жить? Надо Христа признавать, что Он умер за нас и воскрес. И любит, и ждет, чтобы мы покаялись. А им, ихние родители должны объяснить им. Да. Да. Детство не воспитает свое. Потом говорит, когда он устаряет, говорит, что не смотрит. Ну, да. И детей много. Дети-то какие? Ругаются, матерятся прямо. Встает. Ну, ладно тогда. Я вам не нужен. Вот, рассказывайте что-нибудь. У нас большой канал называется «Во свете Библии». Я отручу, да. Да, Игнатий. Меня звать Игнатий Лапкин. Там зарядить. Ага. Можно по скайпу найти. Ну, все тогда. С Богом. Утрушеник, работаете. На эту. Молодец какой. Работаешь, да? Упайфа, да? Ага. Да, работаю. Ну, все тогда. С Богом. Я отошел. На праздник купаются люди? Как говорите? Я говорю, у вас на праздник какой-то праздник люди купаются. Купаются же на воду. Правильно? Не пойму. Купаются или что? Да, вот. В каком-то празднике, ездишь, зимой или бывает. А, это крещение когда. Это не надо. Это люди Бога не знают. Это язычники. Настоящие христиане этого делать не будут. Это не таинство никакое, ничего. Это они сами выдумали. Крещение – это крещение Господне. А надо у каждого, чтобы крестился. А это праздник нет. Вы на него не смотрите. Это люди так придумали. Я вообще-то в службе Эксана иногда встречаюсь с такими людьми. Там купаются зимой какой-то в празднике. Ну, это так, друг другу передают. Они купаются. А в крещении это грехи прощаются. О настоящем. Когда человек говорит о священии, говорит, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Три раза погружает его в воду. А тут-то ничего нет. Просто купаются. Моржи называются. Тогда, ладно, и не нужен вам больше. Ладно, Дядя, удачи вам. Ну, все. Сделать делаете вы. Да, спаси Христос. Вот у вас, может, какие-то духовные вопросы есть. Вы можете задать. О жизни, о вечности. Почему люди так ведут себя, вот здесь на рулетке, поганое такое место, развратное? Мы людям говорим, что суд Божий ожидает за это. А как по... Да, я с вами согласен. А можно спросить? Вот я вот не крещеная. У меня вера совсем другая. Что сделать можно? Вы не крещеная? Нет. Надо так только договариваться. Надо три условия для крещения. Первое – научиться уверовать во Христа. Признать Его как своего спасителя, что Он за тебя умер, кровь пролил за тебя. И веруя в Него, ты имеешь жизнь. Он наши грехи понес на себе. Второе – чтобы крещение было совершено священником православным. Троекратное, полное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. И третье – что это должно быть бесплатно. Вы ему скажите, я как-нибудь помогу, там еще что. Деньги платить нельзя. Это грех. Не потому что жалко, а нельзя. Называется смертельный грех симония. Это таинство. А мы когда сестру крестили, мы плотили. Мы строим с нуля православную деревню. У нас каждый год с 7 июля или в первое воскресенье в озере совершается крещение. Священник заходит в воду, вот так стоит-то. И кто в белой одежде заходит и трижды погружается. – А где вы живете? – Алтайский край, город Барнаул. А это мы деревню подальше строим, 150 километров. – Нет, вам далеко ехать. У нас приезжали не откуда-то, а с Канады, с Франции, с Германии, с Греции. Потому что знать надо. – Что ты еще испугался-то? – Ты же воин. Тебе надо заботиться о том, чтобы молиться, чтобы тебя Господь сохранил. Неповрежденный домой вернулся. Тебя ждут дома. – У вас на всех такая книга есть? – У нас есть книга другая, только Коран. – А какая же у вас книга-то? – У нас другая книга. – Какая? Может быть, вот такая? – Воинские усталы. – Может, вот такая? – Это не Коран, это другая книга. – Какая другая? Считай, что написано? – Что написано? – У нас вот, смотрите. – Ну, давайте. – А-а-а! Ну, я понял, понял. – Да-да-да-да. Я служил в армии, знаю. Но я служил в ракетных войсках и во флоте. – Нет? – Да. – А ты знаешь, что Пасха будет в воскресенье? – Да. – А у вас дома такая книга есть? – Библия, да. – У меня сейчас есть. – В ней все ответы. – У вас, если по Библии вопросы есть, можете задать. – Ну, это Новый Завет. – Хороший. – А еще и... – Да. – Вот, который у вас есть, это не православное издание. Протестантское. – Да-да-да. – Да, оно точно такое же. Взято отсюда, скопировано из нашей Библии. Перевод синодальный называется. – Да. – 1876 года. – Ну, я не знаю, да. – Ну, да. – У вас микрофон далеко, плохо слышно. – Вы можете зайти на наш канал. У нас очень большой канал, называется «Восвете Библии». – Вы сможете мне ссылку скинуть сейчас? – Что, как? – Ссылку скинуть сможете? – Нет, надо... – Вы слушайте, я скажу, мне тут разбирать. У меня тут городушка такая стоит. «Восвете Библии» называется канал. «Восвете Библии». Свет тут как солны. Вот запишите, я скажу еще два слова дальше. «Восвете Библии», а потом «Игнатий Лапкин». И вы выйдете на наш канал «Восвете Библии». – Канал очень большой, 14 880 роликов. – Красиво. «Восвете Библии» – Игнатий Лапкин. Себе пометьте, там у нас сокровища несметные. – А вот, Игнатий Лапкин. – Да. А вот если вы зарядите «Восвете Библии» и не YouTube, Игнатий Лапкин, и доставите сайт, это через Google, сайт, то вы зайдете на наш сайт. Там 38 моих книг, которые изданы. Как мы строим деревню православную, как миссионерская поездка была по всем странам Европы. Я везде дарил книги и все выступления. Вам будет очень интересно это молодому человеку. – Хорошо, я уже подписался. – А вот если вам потребуется какие-то вопросы разрешить, вы в скайп заходите, Игнатий Лапкин, я один там. С этой фамилией. Только у вас микрофончик далеко, плохо слышно. – Хорошо. – А так слышал лучше. Может, какие вопросы есть у вас? – Хорошо. – Ничего нету, да? Ну, заходите на наши ресурсы. Вы найдете там, вот если на сайт зайдете, там справа 55 папок. Ислам, иудоизм, православие. – Это наоборот, скажи, вопросы есть какие. Я отвечу вам на божественное. – Дедушка, я девушка. – Да. – Ты девушка? – Да. – Я верующая. – Верующая. А у вас вот такая книга в доме есть? – Да. – Ну, хотя, да, есть. Могу показать. – Ну-ка, покажи. Православная она или нет? – О-о-о, ну-ка, какая-то книга, как она называется? Это не Библия. – Ага, ну, это про Матрону московскую. – Ну, я мусульманка. – Ты мусульманка? – О-о-о, мусульманка. Так у тебя, наверное, вот такая книга, да? – Да, только я ее везла к бабушке. – Понятно, понятно. А ты можешь прочитать, что тут написано? – Нет. – Нет? – Нет. – Ну, ладно. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете меня по скайпу найти, Игнатий Лапкин. – Хорошо, до свидания. – Ну, слава Богу. У нас большой канал есть, «Восвете Библии» называется. Большой канал. Там 14 880 роликов. Это море, море. Вот, тоже «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Вы сразу нас найдете. – Хорошо. – Ну, посмотри как. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. – Все. – Ну, с Богом-то. Нашел? Нашла? – Да. – Никак не могу поверить, что ты девчонка. Думаю, мальчик сидит. – Я просто люблю короткие притески. – Надо, нет. Волосы для женщины – ее краса, Библия говорит. Краса. – Ну, это как, как. Кому как. – Ну да, кому как. А Господь-то по-другому смотрит. Потому что мы – его творение. Он нас сотворил. Мужчине дал бороду, а женщине – нет. Чтобы мужчина – властелин был над женщиной. Он – голова, жена – тело. Помогать должна, но не командовать. Это надо научить с детства. Ну, это смотря как у мужчины еще. Если мужчина в виде девушки, ну, который просто орет только на девушку, а при парнях не может сказать ни слова, тогда здесь беззаговорочно ты будешь мужчиной. У нас, если вы зайдете вот на наш этот YouTube, то вы увидите, как у нас занятия идут, как девушки одеты, как на всех надеты, как хиджаб. Два платка, какие красавицы. Как занятия идут, моления. Как у нас детский лагерь работал. Вам будет очень интересно посмотреть это. Ну, ладно, посмотрю. Ну, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы, православные христиане, пришли в это ущелье мрака и тьмы, чтобы возвестить путь спасения. Чтобы люди могли приобрести вот эту книгу, читать ее и поступать, как Бог велит. Ибо за них Христос умер. Чтобы поверили в это, в храм пошлет, в воскресенье Пасха Христова будет. Совсем рядом. А как живут? Здесь все попало делают. И блудят, и безобразничают люди. А когда страх Божий есть, они ничего этого делать не будут. Надо помнить, что суд Божий будет. Когда Господь архангелов пошлет, они затрубят в трубы, и все мертвые воскреснут. И одни пойдут в ад, другие в рай. Как жили? Для Бога жили или для себя? Ни один эгоист, пьяница, табакур в рай не пойдет. Мир вам. Здорово, отец. Я сейчас только с одним мусульманином разговаривался. Ему 65 лет. Он говорит, я думал, никого не найду старше меня. Я говорю, а мне 80. Дай Бог вам здоровья крепко. Я в рулетке уже 79-й день. Ничего себе, а мы первый день вот с коллегой. А мы вот что делаем. Мы людям показываем книгу. Когда люди живут по-божьему, они никакого вреда не делают. А тут сидят блудом занимаются, чем попало. Все правильно. Тут как Содом и Гаморра. Я стал говорить... Не могу обедом, извините. Я сейчас ничего. Я говорю ему, говорит, а у нас другая книга. Я говорю, может, вот эта? Он говорит, да. Я говорю, ну, считай, что написано. Он говорит, не могу. Еще ни один мусульманин не прочитал. А я, русский человек, должен читать и Библию, и Коран. Ну, на арабском написано. Да. А вы зайдите на наш YouTube-канал большой. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вот эта вот Библия, в ее свете она как солнце светит. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, добавьте. Игнатий Лапкин. Да. Я сейчас подпишусь. У нас там 14 880 роликов. Хорошо, буду подписчиком вашим. Вам будет интересно. Когда вы будете заходить к нам, вы натолкнетесь на наш разговор. И вам будет приятно. Скажете, о, это я. Хорошо, обязательно, спасибо. Да. Зайдем, смотрим. Мы записываем на пользу людям, чтобы имели страх Божий, что Христос придет судить мир. Он умер за грехи наши. Надо для Бога жить, а не просто для утробы. Утробы – это живот называется. Ну, вопросы есть какие? У какого города? Барнаул, Алтайский край. Это пониже Новосибирска. По это, южнее Новосибирска. Понял, понял. Ну ладно, дай Бог вам здоровья. Всего вам хорошего. С Богом. Всего доброго. Всего хорошего. Мы пришли сюда людям рассказать, что так жить нельзя, как в рулетке. Блудят, анонизмом занимаются. Чтобы читали вот эту книгу. Согласен с вами полностью. Чтобы знали волю Божию. Что воскресенье – Пасха Христова будет. А вы распутничаете. Так мы же не распутничаем. Это я этим людям говорю. Вы-то одевшие, я же вижу. Это да. Это ж ужас, что творится здесь. А мы строим православную деревню. Где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Это правильно. Как же государство позволяет такой видеочат? Зарегистрировали мы. Зарегистрировали деревню. Все. Храм построили первым делом. У меня брат священник. Это вы благое дело делаете, я хочу сказать. Ну, так вот пока делаем. А что дальше будет, Бог знает. Землю обрабатываем. Земли пока немного. А один фермер – 450 гектар. Да неплохо это. А вот рядом с нами живет наш друг. В другой деревне. У него 6700. Зажиточный. Один. Он постепенно начинал, кажется, с 4 гектар. У него получает рабочие раза в 3 больше, чем на производстве. Но ни воровства, ни пропусков, ничего нет. Очень сурово. Правильно. И мы с ним дружим. Мне иногда дороги мы сами делаем. Нужен грейдер. Я вам позвоню. Женя. Помочь. Он сразу поможет. Безотказно. Дружное у вас отношение? Да. У нас с мусульманами со всеми хорошие отношения. Правильно. Мне Господь позволил написать 38 томов книг. И мы решили их подарить во многие города. И мы прошли 650 городов. До Владивостока дошли. А потом до Лиссабона. Португалия. А как книги где можно найти ваши, почитать? А вот я скажу, записывайте. Канал называется «Во свете Библии». Сейчас, подождите. Еще раз как. «Во свете Библии» канал. Это канал. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий Лапкин. А вот когда вы зайдете туда, то после этого зайдите на сайт. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин в сайт через Google заходится. Вот это запишите. Это на канал я дал. Такое же название. Это на YouTube или где? Это вот сейчас, нет. Ролики в YouTube. Там 14 880 роликов наших. Вот. А это сайт. Сайт. Через Google найдите. Слово «сайт» напишите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин сайт. Православный библейский сайт. Там все книги мои. Там кинофильмы, она снятая, занявшая первое место на международном киноконкурсе. Посмотрим. Очень интересно. Очень интересно. Когда вы зайдете, там вот так 55 папок вертикально. Каждая папка написана православие, иудаизм, мусульманство. И как его ткнешь, там одни вопросы из книг. Ткнешь любой вопрос, открылась тема. Там огромный-огромный материал. Почитаем обязательно. Очень интересно нам это темно. Ну, если надо будет вам поговорить, что-то узнать по скайпу, вы меня найдете, Игнатий Лапкин. Хорошо, спасибо. Во славу Божию. С праздником вас. Так, пасха у нас, да, рядышком уже. Да, с наступающим вас праздником. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос вас. До свидания.